Миром, Игнатий Тихонович. С миром, Игорь. Нормально видно? Освещение как? А то в прошлый раз как-то темновато у меня было. Ну как, хорошо? Ну, слава Богу. Игнатий Тихонович, такой вопрос, я его постараюсь разбить на два. Вопрос о наградах. Первый вопрос, который я постараюсь сформулировать, это вопрос о наградах в светском мире. То есть вот мы знаем, что есть награды, светские награды и есть награды церковные. Вот первый вопрос, что такое светские награды, ордена, медали. Если мы вспомним историю России дореволюционной, то мы знаем там целая плеяда различных орденов, различных степеней, так называемый Владимир, Георгий, Анна и так далее. Вот эти знаки отличия. Если мы вспомним историю Советской России, Советского Союза, там тоже очень много орденов, званий, грамот и много-много чего, что осталось сегодня. Как в одном из эссе, как мне вспоминается, Иосиф Бродский сравнивал даже с сами медалистами, вот тех наших номенклатурных деятелей, да, которые любили вот у себя вывешивать целый ряд наград. Вот что это такое во свете Библии, откуда это к нам пришло, вот, это первый вопрос, а потом второй, под вопрос, это уже у церковных наград. Ну, если рассматривать с божественной стороны, дабы не ошибиться, у нас есть священная книга «Святая Библия», вот мы сейчас прочитаем. Эта тема у меня знакомая, но я решил посмотреть по Теряевке, когда я вел тематические занятия, 123 темы. Вот что, при том, не откуда-то брать, а что по Теряевке происходило, гости, инструмент, дорога, солнце, дождь, ну, 123, это очень полный был нос. Слова награда нету, я пошел сегодня посмотреть-то, что у меня там нету, а почему не было в то время, не знаю, даже никого награжденных у нас не было, ничем это не было вызвано. Я даже провел на это, у меня на все математика, я очень любил математику. В Библии слово награда встречается 65 раз, а если поточнее подсчитать, то 66. Дальше, тут у меня стихотворение написано, 3467, по 9 куплетов. У меня слово награда в стихотворениях встречается 150 раз. В стихотворении, чтобы употребить это слово, его надо хорошо обмозговать. А на все 33 книги открытым оком, это 26561 страница в интернетной версии, это слово встречается 1247 раз. В моих проповедях, в беседах, в материалах, 1267 раз. Это говорит о том, что для меня это слово не чужое было, хотя в жизни я не имел никакой награды, никогда, нигде. Ни похвально ни одной нету, ни одного значка нету, ничего нету. Эта тема мне очень хорошо известна, а побудила меня это такое, просто целая цепочка событий. У нас одна бабушка есть, Александра Михайловна Гончарук, такая добрая-добрая, и она попросила, чтобы ей Яна Кронштадтского, насчитанного мной, «Говори! Говори! Здравствуйте!» Так, у нас сейчас идут занятия, сейчас мы ничего не можем сказать, через час только подойдите. Какая-то компания, что-то где-то. Вот я опять возвращаюсь к тому, что чем это вызывало, когда, и как оно выглядело. Мы отобращаемся к Библии, сразу находим книги «Бытие», 15 глава, 1 стих. Первый раз встречается это слово. «После стих происшествий было слово Господа к Аврааму, к Аврааму, в видении, и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». То есть, начало было от Бога, это слово «награда». В чем она выражалась, это в обетовании Божьем. И бараны были, овечки дальше. Все будет многолюдно. Это не знаки отличия. Знаки отличия тогда являются наградой, когда за него платят. Вот после войны за ордена платили. Допустим, орден славы столько-то. А если орден Отечественной войны Александра Невского, там, больше, а за героя Советского Союза платили настоящие деньги. Потом все это отменили. Но это награда. А говорят, ну а вот знаки отличия, там, майор, полковник. Ну, это знаки отличия. Но и они несут в себе награду, потому что увеличивается оклад. Если у него какое-то еще звание, если вот просто кандидат наук, одно. А если профессор, да доктор там, там больше. А если лауреат на Нобелевской премии, там все учитывается где. Тем более, какие открытия есть. Это тоже награда, но она связана со званиями. Мы говорим о том, как это в мире есть. И почему? Поощряет. Человек начинает заботиться. Ну, больше собирает урожаю. Больше сохраняет скотины. И ему за это награду дают. У нас отцу неоднократно давали награду. Телку. Телку дадут. Или бычка. Он потому что за ними ухаживал, и ни одного падежа не было. Никогда. Но это для нас была существенная поддержка. У Якова точно так же. Господь ему говорит. Вот. Сегодня по всему стаду овец своих. Это бытие 3.32. Ну, и говорит, с крапинами на весь такой скот будет наградой мне. Он сам себе назначил. Ну, и занялся селекцией. Там лоза. Он ложил ветвь пестрый. У него не в глазах отображался. Что-то тоже это кумекал в этом деле-то. Яков-то. И вот дальше мы считаем. Ну, то же бытие проходит. Это вознаградить, чтобы надо было. Это тоже награда, вознаграждение где-то. Вот. Чтобы дать ему награду. Ну, и тут неоднократно такое было. Мы смотрим книгу «Царственная». И очень много говорится о награде. Награду, которую ущерб, если кто-то приносил, должен был вознаградить его. Вознаградить – это тоже слово награда. Ну, понятно о чем. Все склонялось к тому, чтобы человеку было хорошо. И чтобы другие виды это стремились к этому же. И в этом ничего осудительного нет. Но. Как только пришел наш Господь Иисус Христос и начал учить, резко изменилось земля и небо. Вот я несколько мест просчитаю, чтобы видно было. В Ветхом Завете это одно. Хорошо, что у вас вопрос как бы на двое разбитый. Вот мы считаем Евангелие от Матфея. «Ибо если будете любить любящих вас, какая награда?» Это в мире это делается. Не то же ли делает им и тари? И дальше перечисляет. Вот. «Не творите милостыни ваши перед людьми. Иначе вам будет награда только на земле». А было, когда нет, конечно. «Если кому-то помог, евреи были очень благодарны, они и сейчас такая-то нация очень благодарная. Ты одному сделал, они все знают про тебя и все стараются тебе помочь. А здесь, говорится, ты не жди награды. Если ты ждешь здесь награды, она вычеркивает небесное. Ну, а я постился. Ну, я постился-то для себя, никому не помог ничего. В Ветхом Завете слова «награда» вообще по всей речи нет. То есть здесь наоборот. Награда будет. Ты смирял плоть. Смирял дух. Ну, делай так тайно, чтобы не перенимик расоваться, чтобы награду-то не получить. Ой, какой постник, он испостился там. Ну, написано «молились на углах». И за молитву награда будет. И за пост. А то Матфея все говорит так, чтобы они ищут, чтобы их прославляли. Так, когда молишься, не будь, как есть, например, оказывается, за молитву будет награда. А почему? Все связано со спасением души. И пост, и молитва уже в Новом Завете, и милостыни, направленные к тому, чтобы прославить Бога. И получить награду в вечности. И одновременно везде подчеркивается смиренно-мудренно. Главное условие. Смиренно не для похвальбы. Меня побудило к чему. Вот это Александра Михайловна у нас. Она пожелала, узнав, что я насчитал Иоанна Кронштадтского. И она попросила брата Никиту ей списать. Вот заметьте, как... Она ко мне обратилась, я говорю, это Никита сделает, я не делаю это. Она к нему. Он приходит, Никита, начал снимать. А сколько было там, ну, кажется, 12 или 14 роликов. Ролик это дорожка, 2 часа 5 минут, большие ролики. А там нет ни первого, ни шестого. Я посмотрел, нету. Я добавил сказать, где. И тогда, который это делал из Америки, Кричков Андрей, он мне скидывал, и я в архив все складывал. Тоже не выбросил я это. Везде смотрю, там нету этого. А когда зашел в оригинал, который он мне сделал, то есть то, что я когда-то насчитал, это он взял с сайта и разбил. А оказалось, есть. Когда я вытащил первый, шестой этот ролик, я на Кронштадтского, где я насчитываю этот, я смотрю, у него цепочка, а на цепочке висит там, ну, высечка, кандидат там или что-то, ко кресту. Вот у меня для размышления было. Я как-то раньше видел, всегда видел, но размышления не было. А тут я сел за стол и увидел, у меня тут перекачка идет. Ага, все ниже креста, все за крест сцепляется-то. Не наоборот, что орден был бы повешен, а крестик на него. А именно на крест сцепляют-то все это. Но надо ли это? Вот когда человек кончает какое-то ущебное заведение, университет там ромбик дают, он похож на поплавок, его так и называют поплавок. И вот он, если два конча университета, значит, два рядом, а другой там все ГТО сдавал, эти значки там дырявят, костюм, это не тщеславие, говорит, ничего, а что это такое? Ну, если он глупый, он говорит, ну, просто к образованию-то еще нужно знание. Это Нестерка в одном фильме украинском говорит. Знание? Знание-то, да оно еще знание-то надмивает. Вот все это надо совместить, чтобы взошло на небо. И вот я посмотрел, теперь Никита это ей переписывает. Увидел я фотографию Яны Кронштадтской, и у меня мысль, вот откуда. Сначала она ко мне обратилась, и как вот по ступеням, по ступеням, это в течение одного дня было. Я смотрю на фотографии, висит сбоку, ему-то это зачем? Соломону не надо было никаких поплавков. Он самый мудрый был. И Давиду не надо было присваивать генералистимуса. Он непобедимый был. Он генералистимус, ни Чанкарши, ни Сталин. Вот. Погоны, все отличия, знаки, это всегда было. Но мы-то говорим о награде уже небесной. Ветхий Завет понятно. Человек живет, ему обещано, многочадие там, ну и проще. Здесь все по-другому. И вот это по-другому я хочу сейчас здесь просмотреть. Мы просто прочитаем. Я выписываю, иногда выписываю, но тут так. Он говорит, жнущий Иоанна 4.36 получает награду и собирает плод, жизнь вечную. Так что и сеявшие, и жнущие вместе радоваться будут. Речь вот о вечности. Кто-то сказал, кто-то обратился, а другой иногда этой душой занимался, на посеянное. Никаких слов окормления нету. Это одно из самых негодных слов. Окормление по словарю означает перекормить, отравить. Два значения только. Ну вот, считай, куда его применили-то? Причастить? Все понятно было бы. Вот. В доме же том, в Новом Завете уже говорит. Но только еще, да, при Христе было. Ешьте и пейте. Вот. Оставайтесь там. Трудящийся достоин пропитания. Пропитание. Награды за труды свои. Но это здесь, но это не уменьшает той награды. Интересный ход в этом рассуждении делает святой Иоанн Златоус. Ты обмолишься, готовишься, покупаешься, материалы взяли, машину купили и поехали с миссией. Труд это или не труд? Ну, любой скажет, ты деньги должен был заработать, 700 с лишним тысяч. Потом я 50 лет готовил материалы сюда, 9 лет не вылазил из-за компьютера. Труд-то какой? А ни один не обратился. Ну, к примеру я говорю. Ни один. Да как где награда? А Златоус говорит, она больше награда. Бог судит труды. А что, если кто-то обратится, а ты радовался, то есть часть награды ты получил здесь. Тебе приятно? Конечно. Вот сейчас награду получил. И Анна Златоус говорит, пусть у меня награда будет меньше. Ну, только обратитесь. То есть порадуйте меня. Я согласен на это. Вот надо понимать, что, что бы мы ни делали в Новом Завете, все речь идет с прицелом не на смерть потомкам оставить нажитое богатство, а вознести на небо и положить к ногам Христа. И там написано арфы, полагали гусли к ногам Спасителя. Это означает Он, Бог, благодать. И без Бога мы ничто. И вот это, когда священник на крест цепляет, это абсолютно никакого отношения к спасению не имеет. Да и Анну Кронштадтскому-то зачем это было? Ну, ну, показать, что образование. Я просто на практике скажу, вот я в вагоне, когда ездил, ну, и всегда свидетельствовал. А вагон-то общий. Постоянно спрашивают, а где вы учились? А какой образователь? Да нигде, я говорю, не учился. Я строитель, просто, ну, ладно, папай в рогожке, видать. То есть присваивают звание, которого у меня нету. Почему? По разговору. Определяют, заговорит, и я узнаю, кто ты. Это необходимо просто убедить. Не то, что там, я какие-то умные такие речи, я слово Божие считаю, и людям это понятно, что я не с улицы эти слова собрал где-то. Поэтому говорить о Новозаветнем, то самое здесь большое число похвальных слов будет сказано у апостола Павла в первом послании к Коринфянам. Вот, допустим, 2 Иоанна 1,8. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились. Это не над полем трудились, а над людьми. Но, чтобы получить полную награду, значит, слово полное, не полное, очень понятно. И вот я несколько, 6 мест, 6, только в первом послании к Коринфянам. Это необходимо было, там совращение было большое, и для чего это все нужно было, жили весело, там, портовый город. И вдруг все это надо бросить, и какая-то награда, примерно, и неощутимая, и невидимая. Павел говорит, 1 Коринфянам 3,8. Насаждающий же, поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Вот человек руки наложил на кого-то, тот исцелил, за это он ничего не получит, твоего там еще нету. Ну, за то, что руки поднял, опустил, ну, какая награда? А вот если ты теперь за ним ухаживал, из-под него убирал, обмывал, парализованный, и он не выздоровел, умер-то, ты получишь полную награду, ты ухаживал за Христом, посетил его, посетил меня. Коринфянам 1,3,14. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, то есть до конца нужно быть верным. И речь ведет он здесь не о строительстве домов, не о посеве на полях, а это наиважнейшее отрасль и хозяйство, потому что это питание, ни строитель, ни галантерея какая-то, ни портные, это второе и третье место. Здесь речь идет о другом, что насаждал Слово Божие, что поливал Словом Божиим, как сошествие Духа. Вот и дальше, 1 Коринфянам 9,17. Ибо если дело, и это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только верное мне служение. То есть священники сегодня, они как будто не считали эти награды. И вот воевал он где-то, и все это прилепляет сюда, на своем там подряснике. Его показывают с крестом, теперь шапка, а шапка-то, головной убор вообще не нужен. Молящийся с покрытой головой постыжает голову, и патриарх все постыжают. И не надо говорить, что это не относится к голову. Головой убор, голова прикрыта. С покрытой головой. Это то, чем никак нельзя объяснить. Никак. А как? Никак. Снять, помолиться, потом надеть. Я не против этого. По гремушке Богу не нужны, как патриарх Кирилл сказал. Не нужны. Эти жезлы разные делают, с набалдажниками, серпентарии, это два змея там в руках. Это не награда. А вот награда какая, священникам? Камилавка. Из верблюжья. Вот там волосы когда-то у этих баллов, она принижена, эти высоко делая, до разного цвета, да еще пирамидой прокинутой. Голова-то в конце концов на нуле сходится. Я все это рассматриваю, когда достойно всяческого смеха. Вот она кверху расширена, а теперь вниз идет. Ну продолжи, где она сойдется-то у тебя? Если там кверху, у папы там как расколоты пополам, мирская власть. Кто-то как будто рубанул, но маленько до головы не достал. Я вот смотрю это, у патриарха это ушастые, вот уши эти висят, что там у него, с этого, что там надета-то на нем, шапкица с этой блестящей-то. Ну зачем это? Епископ поворачивается, паш сзади идет, как за английской королевой. Метра три-четыре, только эта материя пополу стелется. Ну ясно дело, что этот павлин никогда не полетит высоко в горы, там не будет работать. Ну какая награда? Вчера нормальный был человек, ну поставили епископом, забылся, кто он есть. Награды теперь ждет повышение епископа, а теперь архиепископ. И при том, они просто ждут, а это больших денег стоит иногда. А дальше уж пробираться. Метрополит, это все епископ, патриарх, это все епископ. Ну как генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал-армия. Это одно и то же, это генерал, но только по званию, там больше объема у него людей, так и этот, митрополия, а он поделили, а у него почти ничего и нету. Вот когда на это смотришь, они подстраиваются под мирское. Это, это, ему ничего нельзя сделать. Он тоже в системе находится. Я как-то одному митрополиту встречал его, я говорю, рукава-то, что у вас такие? Шири шамьюбку у сыганки. Да это все греки, говорит, греки нам такое дали. Ну ты уменьши маленько-то, ну зачем это нужно-то? Ну люди же это видят. Сыганке это надо, чтобы прятать, воровать с прилавкой, не видно, куда спрятала. У ней, как она идет, как копна, и она все там прящет. Так, если добровольно, получишь награду. И дело, говорит здесь, только о спасении людей. 1 Коринфянам 9, 18. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовесуя Христе безмез, но не пользуясь моей властью, благовесование. Любой самый маленький там ипподиакон, он получает что-то. Притом ничего не готовится, там разжечь, подать. Мне вот, ну 55 лет это срок, это уже выслуга лет. Я проповедовал в самых тяжелых местах. И нигде ни разу не рубля. Я даже не понимаю, как бы брал. И Павел об этом говорит, вот тогда тебе награда. За что мне награда? Вопрос. За то, что проповедую Евангелие, благовестую о Христе, безмезно, не пользуясь моей властью. То есть власть, духовная власть, только у этого, кто через кого обращается. Я родил вас. Это отец духовный-то. Никакой власти. И даже, ну, подходят, записки дают, я обратился, вы мне отец духовный. Ну, только на этом все и закончилось. Теперь только о нем заботиться надо больше. Еще. 9.24. Не знаете ли, что бегущие, наристалищи бегут все, но один получает награду. Награду плотскую, деньги, но это сравнение. Так бегите, чтобы получить. Получить небесное. А небесное не видел глаз, не слышало в ухо, и на ум не приходило ни одного писателя-философа. Далее. 1 Тимофея 5.18. Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей. Ну, это уже о мерзком здесь. Прокормить его надо, десятина и прочее. Из Ветхого Завета берет. Кормиться надо. Тут никуда не денешься. Ты перебрал места, которые особенно об этом много говорят. Это Лука 6.35, Матфея 10.41, Лука 10.7, Иоанна 4.6. Вот это те места, которые об этом говорят. О награде. Вот какие бывают знаки отличия. Я считаю, для меня самая смешная, нарочно, карикатурная, это бакалавры. Когда четырехугольная фанерка лежит, и сбоку с угла кисточкой висит. Ну, вообще, ну, никак. Никуда с ней не повернешься, не пойти. Ну, доска. Обыкновенная доска. Но кто-то же придумывал это. И поэтому заботиться, если мы желаем о награде, то не ту, которую священники получают. А у них как? Набедренник. Набедренник. От палеца. Подручник большой висит у него. Это палец. То есть, защищаться у него есть. Прикрытие. Ну, детская игра. Как у Серафима. Там течет маленький рычеек, иордань. Поднимается кверху, там, холмик. Это Голгофа. Это любил Никона этим играть. Новый Иерусалим строил, когда. И тоже думает, ну, я здесь хозяин. Ну, неужели непонятно, что святые не делали этого, апостолы этого не делали. Нет. Они знали, награда там. Самый большой подвиг отсечь голову. Вот. Поэтому там получим награду. Теперь готовится мне венец жизни. Готовится еще не получил. А верующие, когда сегодня стремятся звание там пресвитер, протопресвитер, о, это уже Щевельский, это уже царя исповедует где-то. Диакон, протодиакон, архидиакон. Сколько этих-то-то? Да еще мало того, там, Ира-монах, вот, мало, а даже, ну, монах и монах, да, Кира еще, еще, он еще и священник является, это тоже, у них это награда. Хотя оно звание есть, а в чем оно выражается? В черной материи, там что-то есть где-то. Апостола имели чего-то? Нет. А ты еще против? Да не против я, но вы должны знать, цена этому никакая, никакая, по гремушке, одно слово. А что-то доделать? Да делай как делал, ну, ну, ты не прилагайся к этому, ты когда около патриарха или в алтаре, они теперь глядят, а ты когда, это у них звань такое-то, и Ельцин когда-то взял у патриарха и давай, ты встань отсюда, сюда, это смех-то какой был, он там какое-то заседание было, и он у патриарха от этого узнал, что по старшинству ближе, то он поднимись, туда сядь, а то вот туда сядь, и уже заседание идет, и он полу, ну, едва протрезвившийся, может быть, его начинает рассаживать. У верующих-то, вот самое, когда говорят, тщеславие и гордыня, она нигде так не свирепствует, как в связи с священником. И в одежде, и в ниточках там этих, ну, все абсолютно об этом говорит. Зачем тебе это-то? Ну, даже если есть, ну, сними, когда молишься-то Богу-то, за стол-то сел, камилавочку-то сними, не снимет. Он так и сидит в этой тюбитейке. И понятно, что если не христианин, то и закон у тебя другой, ты можешь как мусульманин быть, там, кришнаит, буддист, но если христианин, ты считай, с покрытой головой, тебе покрывает голову это? Вопрос. Покрывает. Ну, не покрывает, так, значит, нужно чашку-то вычистить, надо, чтобы не было, она не покрывает. Все равно голову покрывает. Я сколько не говорил, как будто я открытия какие-то делаю. Вы награды решаете с небесной. А бабки там рут, ой, монаха прислали, да такой тоненький был. А сейчас у нас этот отец-то Елеферий два года пробыл, да такой красивый стал. Они его закормили, бабки-то, каждый толкает. И в алтаре там есть такие, тоже награду ищут. Это я в Новосибирске увидел. А он, его поставили дьякону, а он совершенно ничего не знает. А почему? Матушка. Я хоть там матушкой быть, она хором руководит. И она к дедиону пристала, ну, моего Евгения, ну, рукоположить. Так он ничего не понимает. Ну, что-то же будет, но его со стола, когда подают там стол, панихидный-то, он успевает, когда с другим нельзя прикасаться, он выходит, ему можно. Он сразу что, сцены забирает, две корзины полные набирает и сразу уходит. Он ни на что больше не способен. Это награда ему. Ну, награда не за проповедь, не за то, а за то, что матушка, то есть жена хотела называться матушкой. Она прям умирала от этого. Я их просто хорошо знаю. И теперь, когда разговор заходит от особенной священники, я говорю, какая награда? Вот они не знают, что еще сделать. И, наконец, может служить литургию с отверстиями, вратами, да отче наш. Это, значит, награда какая? Служить, литургию, с отверстиями, вратами, да отче наш. Ну, семь слов. Но они коротко говорят. Я, вера, такой-то с отверстием. Больше ничего. С одним словом. Заслуженный, с отверстием. Ну, и все. Тут понятно, что открытые врата. И когда смотришь на духовные награды эти, может быть, все их учитывают где-то как-то. Ну, представления о небесном никакого там нету. Вот мы сейчас прочитали, другого вообще нету. Ты можешь посмотреть сам своими глазами, увидишь. В новом, знаете, вся награда относится туда. Били. И вот апостол Павел, когда о награде начинает говорить, он, так, потрудился, сейчас я говорит так. 1 Коринфянам 15,10. Но благодатью Божией есть то, что есть. Благодатью во мне не была отщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. И дальше начинает перечислять. Вот в 11 главе, там, в 12 страдал, в гонениях, в преследованиях. И теперь готовится венец, правда. Тебя кто гонит? Никто. Где-то в путешествиях был ты, как Павел, преследуем? Нет. А тут же братья? Нет. Ну, вы хоть маленько там вас с аудиторией где-то прогнали. Ну, что-то другое нашли. Вы ее не строили, претендовать-то, собственно, не на что было. Но Павел говорит о том, как он сеял. Постоянно в бдениях, ежедневное стечение народа. Он все перечисляет, а теперь готовится венец правды. Вот если бы по-настоящему-то любили духовное, были возрожденные, это нам не запрещается. Итак, бегите, чтобы получить, Павел говорит. Получить награду, это здорово. Именно бегите, то есть как, трудитесь, прилагая все силы. Когда Павел перечисляет, нигде ничего сегодня это не делают. я более всех, где многократно. Сейчас еще раз посмотрю. Второе корнифриум, 11-23. Это уже переходим сюда. И он начинает перечислять Павел. Павел говорит. Они христовы служители. Безумие, говорю, я больше. И он не боялся сказать, что это самовосхваление, как его угнетали. Поэтому он говорил, и он не обвиняется за то, что он так о себе много сказал, хорошего. Я больше. Я гораздо более был в трудах. безмерно в ранах. Ну, теперь спроси, священник, какие труды, когда проповеды даже не хотят. Готовиться к проповеди это большой труд. Большой. Я это знаю, я каждую неделю говорил на каждом богослужении две проповеди. А если посередке недели, то получалось четыре, да, восемь проповедей в одну неделю только. И каждая проповедь почти пополщится. И в каждой проповеди только тридцать ссылок на священное писание. Болей был в темницах. Ну, кто был? Ни одного нету. Многократно при смерти? Ни разу, за слово Божие. А от иудеев пять раз было до сорока ударов? Без одного. Ни разу. Ни одного священника нет у нас такого. Три раза били палками? Ни одного, ни разу. Однажды камнями прибивали? Ни разу. Ни у кого. Три раза терпел кораблекрушение? Где? В благовестии, в миссионерской поездке? Ни разу. Ночный день пробыл во глубине морской? Ни одного. Много раз был в путешествиях? Ни один. В опасностях на реках? Никого. В опасностях от разбойников? Вы не слыхали. В опасностях от иноплеменников? Ну, машину кто-то у него угнал, там, продал у батюшки. Такое бывает. В опасностях от язычников? В опасностях в городе? В опасностях в пустыне? В опасностях на море? В опасностях между братьями? Это все награда, награда, награда. В труде и вознурении? Часто бдение? То есть не спал. В голоде и жажде? А голод и жажда? Никому не помогал ты ничего Тебе за что награда? Я ради Бога делал это Сейчас-то в посте Ну а за что награда в посте? Ты никому не подал ничего в это время Не в этом дело На стуше, ну ты мерз А какая награда-то? Кому от этого легче? По-другому судим И в наготе Кроме посторонних приключений А какие они посторонние? У меня ежедневное стечение людей Забота о всех церквах Кто изнемогал бы С кем бы я не изнемогал Это надо узнать Как люди умеют изнемогать Как что-то не хватает Попадают в отчаянные обстоятельства У меня ежедневное стечение людей Забота о всех церквах Если должно мне хвалиться То буду хвалиться немощью моею И вот это теперь награда Если они хотят награду иметь Это хорошее дело, похвальное Но только перенести надо туда И вписаться вот в эти строчки И мы увидели, что Ни одной награды никто взять не может Вот так Поэтому вопрос о наградах Он очень Сегодня у православных, я говорю Только православные Нигде такого тщеславия нету И в одежде И во всем тщеславие Тут даже не надо говорить Спроси его А зачем тебе такая шапка Большая-то А зачем ее меняете Свет там И одеяние И вот это Там распускают И вот здесь вот разрезанный Как у них хвостик А зачем, не знаю Я говорю, зачем разрезан это Это с головы, когда идет Это монахи Заметили, как их авва Был когда-то наказан Ему челюсть повредили И он тогда разрезан